13.06 в Кирове это программа особое мнение. Меня зовут Светлана Занько и свое особое мнение сегодня будет выражать член общественной палаты Кировской области и также руководитель Левятской областной детской общественной организации ВЕЧа. Михаил Плюснин, добрый день. Добрый день. Начнем мы с новости, которая сегодня была опубликована во всех центральных СМИ. В Госдуму внесен пакет поправок к закону о полиции, инициатором которой стали депутатели Хинштейн и Яровая. Значит, об этом сегодня и РБК, и Коммерсант написали. Что говорят авторы законопроекта? Он призван исправить неточности, препятствующие органам внутренних дел, эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств. Всего более 60 поправок. В частности, например, такие. Полицейских обяжут при задержании подозреваемого в правонарушении или преступлении сообщать задержанному его право и повод для задержания. А мы-то все думали, что это и раньше производилось. Да, конечно. Значит, и дальше вот тоже очень интересно. Полицейских предлагается освободить от ответственности за травмы, полученные при задержании с применением силы, спецсредств и оружия. Также предлагается освобождение от ответственности за повреждения, принесенные имуществу во время обысков. Как вам нравится и как вы считаете, назрела ли действительно уже такая ситуация, что нужно вносить поправки? Ну, у нас, к сожалению, сейчас во многие законы приходится вносить поправки чуть не сразу, как их приняли. Поэтому, я думаю, закон о полиции не такое уж большое исключение из этого правила. А вот что касается конкретно этих поправок, о которых я сейчас сказала. Чтобы говорить о поправках, надо все-таки их видеть точно, как это будут звучать. И, да, поэтому, исходя из того, что написано, я думаю, что освободить от ответственности за травмы, ну, и сейчас, как бы, у нас проблема особой, как бы, нет. Но особой проблемы нет. Если полицейский, ну, опять же, присловуто делал Узянина, говорит о том, что посадочный полицейский, он, как бы, всегда защищен, а если человек нанес травму полицейскому, либо если полицейский нанес травму при задержании обоснованно, то и раньше, как бы, соответственно, это не наказывалось. А если, на самом деле, принять такое решение, что у нас человек, полицейский, нанес травму и при задержании, а потом вдруг выяснится, что он задержал человека неправомерно, то есть его, что, за освобождение при этом от ответственности, что ли? Поэтому тут вопрос доказывания, вопрос целесообразности их поправок. Мы вспоминаем все те случаи, которые за последние годы просто огромным валом по стране собирались по поводу применения насилия не только в момент задержания, но и в момент допросов, в задержании в СИЗО. Мы знаем. Нет, ну тут все-таки очень... Не кажется ли вам, что это, в общем-то, достаточно такое неосторожное предложение на законодательный вопрос? Неосторожное, оно абсолютно в тренде. В последних двух-трех лет законодательства все ужесточается со страшной силой. Сторону ужесточается по отношению к гражданам или по отношению к гражданам? Ну, конечно, гражданам. Здесь сказано, что это защищает права полицейских, в первую очередь. Ну, вот я не знаю по поводу требования сообщать права обязанностей задержанным, но мне казалось, что раньше это требование действовало. И, как бы, требование о том, что там человек имеет право на телефонный звонок, как бы, тоже действовало. У нас сейчас другая проблема, что каждый имеет право на адвоката, но далеко не каждый может себе адвоката позволить оплатить. И, соответственно, получат адвоката бесплатного, ужасного ведущего это дело. Ну, то есть, поэтому я, честно говоря, не удивляясь поправкам, я просто не могу пока понять, докуда они дойдут и насколько ухудшатся после этого положение задерживаемых. А оно, скорее всего, ухудшится. По крайней мере, к этому предпосылки есть. Вы будете их изучать? Ну, естественно, нет. Все, что касается наших поправок, есть смысл обсуждать только, когда их примут. Потому что на этапе... А если их примут, то обсуждать-то чего? А там уже возраст применения, потому что очень много на нашей практике законопроектов, которые были также шумно внесены в Госдуму, и потом тихо-тихо-тихо отозваны. Либо зарублены, потому что был отыскательный отзыв либо администрации президента, либо Совета Федерации. Поэтому я уже устал реагировать на такого рода предложения и поправки, поэтому лучше все-таки увидеть готовый текст закона. Обсудить, конечно, можно просто так поговорить, ля-ля-ля. Смотрите, вот есть такое мнение, один из спикеров, который в федеральном, в московском их постоянно как эксперт привлекается, Владимир Клюгант, вы его знаете, адвокат. Он говорит, что любые поправки такого уровня должны приниматься только после широкого общественного обсуждения и ряда экспертиз. Вот вы говорите, что обсуждать? Напоминаю вам, что когда закон о плице принимался, очень мало поправок здравых и полезных было учтено при принятии этого закона. Что ж мы ждем, что поправки в закон, который принимался таким образом, будут обсуждаться с широкой общественностью, открыто, гласно и не надо быть идеалистыми. Уже не надо. Не светит нам это, да? Я боюсь, что ближайший опыт показал, что все инициативы, общественные инициативы, 100 тысяч народа, уже их штук 5 было в стране. Не одна. Госдума не признано целесообразной. Мы к общественным инициативам еще вернемся, кстати говоря, в течение сегодняшнего разговора. Я все-таки хотела вернуться, чуть не сказала, вернуться в СИЗО. Значит, вчера, когда дозванил, сейчас поясню до Михаила с приглашением в сегодняшний эфир, постоянно пропадала связь, после чего последовал комментарий. Я только что вышел из тюрьмы. Михаил, что вы там делали вчера? Нет, ну, к счастью, или к сожалению, в Киевской области тюрьмы, когда кого нет, у нас есть СИЗО. То есть мы вчера были в следственном изоляторе, планово посещали следственный изолятор. У нас было обращение со стороны адвокатов посмотреть, насколько оборудованы кабинеты для допросов, для общения со следовыми и адвокатами в СИЗО. Нам показали 9 кабинетов, соответственно, только в одном из них очень неудобные столики для работы с документами. То есть, ну, там реально 30 на 30, то есть там документы не разложить, ну, невозможно работать с документацией. В остальных кабинетах столики, ну, так сказать, более-менее нормально, хотя бы есть куда положить документ, папку, хочешь почитать, расписаться на документах. То есть мы дали рекомендацию в этом вот именно кабинете, который, на наш взгляд, совсем уж столик непригодный для этого оборудовать. Так, а в целом, как они говорят, кабинетов хватает, нагрузки особой нет. И, то есть, вот это, когда постоянно используемо 9 кабинетов, то есть, кроме этого, есть еще кабинеты, которые почти не используются. То есть, очень кратные и редкие случаи. Поэтому, с этой точки зрения, все нормально. То есть, мы считаем, что нареканий, вот, то есть, никогда не было нареканий от адвокатов на доступ, что всегда есть свободный кабинет и можно пообщаться с подзащитными в условиях СИЗО. Не было нареканий на доступ, были нарекания на неудобства. Да, именно на неудобства, что невозможно работать с документом. То есть, их негде разложить, негде посмотреть, потому что это все-таки иногда бывает огромная тома. Их надо читать, их на раскладках, надо анализировать. А когда у тебя просто некуда положить, соответственно, работа намного затрудняется. А как быстро реагируют руководители СИЗО, да, директорат, на ваше обращение? Нет, ну, по-разному бывает. Я вообще, в данном случае, как не знаю, как они будут на это дело реагировать. То есть, там, технически, переварить место как бы одного, то есть, там, железный лист сейчас переварен. То есть, вместо туриста переварить лист в три раза побольше, как в принципе... Я спрашиваю вообще в принципе, как они этот стол переварят, это же ладно. Нет, ну, еще тут же есть вопрос, это надо сказать, да, будет очень разный. То есть, если мы говорим, что, допустим, камера требует ремонта, это просто может решаться там где-то полугода. Если там вопрос решит, какой-то решаться, допустим, там, ну, не знаю, там, в общем, не работает радио, оно, скорее всего, будет строить в течение недели, это ремонтируют быстро. Меня сама процедура интересует. Вот вы сейчас предложение какое-то, или как это называется? Ну, то есть, мы даем рекомендации. На рекомендацию вы направили в адрес руководства СИЗО номер один. Дальше в течение какого времени вы получаете ответ? То есть, ну, обычно мы как такой ответ не получаем. То есть, у нас есть такая вещь, журнал. То есть, в каждом учреждении УФСИН есть журнал, где мы пишем свои замечания и рекомендации. Соответственно, потом мы приходим и, соответственно, видим, там отмечаются, какие рекомендации выполнены, какие рекомендации, ну, в общем, что осталось без движения. Либо, допустим, недавно все пишут, что, допустим, не сделано, потому что. Допустим, ремонт не сделан, потому что, то есть, плановый ремонт намечен там на такого периода времени. Поэтому сказать, вот когда вот это будет устроено, и будет устроено, я же не знаю, потому что, опять-таки, может быть, там есть свои условия, может быть, там именно этот кабинет реже всего используется. Но еще, поскольку была конкретная жалоба от адвоката, значит, проблема существует. Да, вот раз уж вы упомянули о Лузяне, хотелось бы узнать, он ведь там все еще находится, в СИЗО. Ну, да, все, насколько я понимаю, все еще там. Правда, любопытно, об этом иногда пишут, но часто забывается. В каких условиях сидит Лузянин? Ну, вот я честно скажу, что за все время, пока он находится в СИЗО, я только один раз посещал его камеру, это было еще в прошлом году, достаточно давно. Тогда условия были совершенно стандартные, то есть ничего там выдающегося, ни телевизора, ни холодильника, ни вентилятора. А говорили, что плазм, телевизор, и все дела. Ну, в общем, вот сейчас, когда он обжился, но, насколько я знаю, у нас администрация СИЗО не идет на то, чтобы родственники передавали телевизору. Технику какую-то, да? Да, так сказать, хотя, в принципе, по закону запрета, как бы, такого нет, и это возможно, но, как бы, у нас позиция такая, что, чтобы сказать, этого не было. Опять же, так сказать, там, то есть под маркет борьбы с коррупцией, чтобы не заподозрили, что, там, вот ему-ему занесли, соответственно, он занес какую-то сумму денег, там, начальнику, чтобы вот ему поставили. Вот, то есть, и лучше, пусть, вот, как бы, хуже, но... Чтобы никто ничего дурного не подумал. Да, 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 вот, как бы, чтобы уж никаких подозрений вообще не возникало со стороны, там, по общественности, там, либо в большинстоящее начальство. А чем занимаются вот эти люди, которые, там, вот, которых называют в СМИ, например, ВИП, да, заключенными? Да, обычно, тем же самым, что все остальные. Когда у них есть судейный процесс, они к нему готовятся, когда сам процесс на него выезжает, соответственно, день находится в суде, а когда процессов нет, естественных действий нет, сидят и как-то убивают время. Либо читают книги, либо... Вот как в СИЗО номер один убивают время заключенные? Ну, все-таки СИЗО – это режим дня. Это подъем, уборка, там, завтрак, обед, ужин и так далее. То есть, там, в принципе, все расписано. В свободное время, которое, так сказать, определяется, у них можно поиграть в настольные игры, можно читать, можно писать. Соответственно, каждый, кто-то просто ходит по... Ну, скажем, старые сидельцы, то неоднократно сидят, а у них вот эта привычка ходить по камерам взад-вперед, то есть, как одина из форм активности, то есть, все по-разному, честно говоря. А в Великале библиотека в СИЗО? Если я правильно помню, где-то порядка 5000 книг сейчас не готов сказать точно, потому что, ну, вот мы заходим на достаточно большая... Мы постоянно спрашивали, сказали, что хотелось бы обновление юрлитературы, но юрлитература в нашей сфере, что уголовный кодекс, что УПК, что какие-то специальные законы... Сейчас будет обновление. Ну, я об этом ищу, то есть, она постоянно обновляется, поэтому, допустим, вот они сегодня закупили, допустим, обновление, там, не знаю, на начало июня, к августу, скорее всего, нужно будет покупать новую, либо уже вклевать правки к тому, что уже существует. Именно на юридическую литературу? Ну, чаще всего, да, потому что... У заключенных именно. Ну, нет, спрос на разную есть. Есть спрос на обычную художественную, есть спрос на детективы, фантастику, потому что люди, соответственно, все считаются разные, но спрос на юридическую литературу особенный, потому что им это надо. Они начинают... Очень многие начинают только в СИЗО задумываться о том, что же они делали, почему же их взяли за код нарушения законов, и очень серьезно... То есть у больших... Ну, не скажешь больше всего, но у очень многих людей СИЗО, на самом деле, школа правового просвещения. И потом очень многие становятся как бы специалистами по написанию жалоб, писем, обращений, со ссылками на законы, приказы, указы и так далее. А кроме правового просвещения, какие-то еще просветительские вещи проводятся в СИЗО? Лекции, возможно, не знаю, занятия, есть возможность какой-то... Ну, иногда проводятся встречи со священниками. Особенно в СИЗО в том, что их не собирают вместе. У них раздельное содержание для этого придумано по камеру, чтобы люди не общались с другими фигурантами по делу, не передавали какие-то сообщения на волю. Но сидят они довольно долго. То есть у нас, к сожалению, сейчас нахождение в СИЗО – это не защита общества от них. Это защита их от влияния на дело. Потому что если у человека выпустить на волю, дело может легко развалиться. А пока он там сидит, ничего сделать не может, дело как бы само собой идет своему завершению. Человек в процессе находится. Да, человека как бы судят. Да, а вот еще зимой очень много писали о том, что по СИЗО номер один, что, собственно говоря, ну давно ходят вообще эти разговоры, о том, что нужно его закрыть, перенести, перевести. А как Вы оцениваете этот процесс? Насколько он перспективен? Насколько близка перспектива того, что СИЗО уберут с набережной? Вот я боюсь, что это совсем даже не близкая перспектива. Потому что на сегодня как раз в очередной раз у нас стандарты обрудования тюрем, ну в смысле СИЗО и колонии меняются. И построить СИЗО нового образца по новым стандартам это очень большое капитальное вложение. А как это должно выглядеть новое СИЗО по новым стандартам? Ну, внешне-то Вы даже не смеете отличия. Просто там, соответственно, должны быть другие площади, должна быть несколько иная конструкция. Большие площади в каждой камере? Конечно. То есть, все-таки мы сейчас стремимся к требованию 7 метров на человека квадратного. То есть, по факту оно у нас соблюдается. Это есть даже чуть больше 7 метров, потому что людей в СИЗО мало, а лимит большой. То есть, это соблюдается, но, соответственно, требования сейчас же рекомендуются, и иные требования к устройству санузлов. Ну, вообще, то есть, как бы сейчас, опять же, если мы говорим, что я европейский опыт, у них там телевизор стандарт, у нас телевизор в камерах, вот на сегодня в СИЗО вообще нет ни одного телевизора. Поэтому, если бы все это обрулить, как за границей, это огромное капиталовое вложение. В общем, это не дело ближайшего времени. Абсолютно. Я понимаю, когда это высказывает глава города, что хорошо бы нам на этой месте что-то построить другое, но когда это здание здесь уже стоит 100 слишком лет, именно в функции следственного изолятора тюрьмы городской, я не думаю, что это так вот быстро возьмется. Знаете, когда совершаю пробежку по набережной, и это здание обозреваю, у меня всегда почему-то такой вопрос возникал. Вот эта вышка, на которой вроде бы как должен находиться какой-то патрульный человек, который смотрит, как бы никто не перелез через забор, и вообще ни снаружи, ни изнутри не было никаких посягательств. Она совершенно разрушена, там пустует. Это тоже в норме, да? Сейчас нет таких наблюдателей, которые смотрят. Почему? Люди стоят на вышках, все есть, все есть, охрана есть, люди работают. Может быть, камеры какие-то вот сейчас заменяют. Да, и камеры есть, и часовые есть, просто вы их не видите. Я их не вижу. И я вот убедился, что очень многие люди, кировщини, даже гуляя, не знают, что это СИЗО. Не представляют. И как бы тихо, спокойно ходят, и вот я считаю, что это нормально. Многие, на самом деле, проходя, не понимают, что вот там ключ, как бы она скрыта. Если человек там идет около самой набережной, и высоко просто посмотрит, он увидит там колючек, он увидит там приборы. А давно были случаи каких-то инцидентов, типа попытки побега или вызволений СИЗО, что-то такое? Ну, вызволений СИЗО я как бы не знаю, как-то никто не хвастается. Попытки побега были, но за последнее время, несколько лет назад уже, то есть, конечно, легенды-то ходят, чтобы вот были попытки креативных побегов, и даже люди даже бежали, как бы там задерживали. Вот, но, как бы со стрельбой причем все это было, но за последнее время, скажем так, успешных побегов нет. То есть, СИЗО, ну, достаточно хорошо осматривается, охраняется, и, скажем так, это предмет гордости, что из наших СИЗО побегов нет. Вот из нашего СИЗО сейчас переберемся в детскую колонию в Ижевске, о которой мы говорили некоторое время назад. Вы были здесь у нас в дневном развороте, собирались поехать, так назовем ее, в крайнюю поездку с родителями ребят, которые содержатся, наших ребят, кировских ребят, которые содержатся в Ижевской колонии. Поездка состоялась. Судя по тому, что Вы писали в соцсетях, она была успешной, хорошей, удовлетворительной. Вот что можно, что вобрало в себя эта Ваша оценка? С кем удалось переговорить? Я помню, что Вы говорили, что хотите подвести некие итоги и настроить дальнейшую программу работы с сотрудниками Ижевской колонии. Расскажите, пожалуйста, чего удалось добиться? Ну, вот моя оценка была, что хорошая поездка, она как раз из всего складывается, что в этот раз очень четко колония приняла решение провести день открытых дверей, они при этом ориентировались именно на нас, чтобы нам было удобно приехать. У нас поезда туда приходят именно почетные дни, поэтому было выбрано число 18. Для кировчан именно, да? Да, для кировчан. Вот, соответственно, 18 числа мы утром приехали, вечером уехали. Колония составила список тех, кого она просит обязательно пригласить. Был список дополнительных тех, кто желательно позвать на поездку, тех, кто сам не приезжал ни разу в колонию к своими ребятам. Вот, мы постарались, то есть всех этих людей мы обозвонили, кто смог, собрался, доехал, соответственно, им. Тоже всем очень понравилась, вся организация. К сожалению, там многие, ну, человека 4, они сначала, так сказать, мы подумаем, потом 2 раз сказали, что мы поедем, потом они, к сожалению, отказались, но передали посылки для своих ребят. А сколько их не удалось взять? То есть всего было 14 человек, которых можно, то есть кого я обзванивал. В итоге поехало всего около 5 человек, к сожалению. Но деньги были на всех 14 человек? Значит, вопрос звучит не так. Вопрос в том, что, вот смотрите, то есть я сразу говорил, что это проблема в чем? То есть мы отработали 2 года. То есть первая поездка была в апреле 2012 года. Я считаю, вот когда мы узнали, что в этом году денег нам не будет на поездки, то есть мы считали, что завершить вот эту работу двугодичную кабана, последний вот выезд мы организуем за счет собственных денег. Если бы поехало 10 человек, мы бы оплатили 10 человек поездку. За счет собственных денег организации ВИЧа? Да, организации ВИЧа, конечно. Так. Это же не грантовые деньги? Да, это не грантовые деньги, это, собственно, наши доходы, которые мы пустили на поездку. И свозили 10 человек? Нет, ну свозили всего 5. Созили всего 5. Остальные за свой счет поехали? Я считаю, что это, то есть нет, это тех, кого мы обзванивали. То есть из всех обзваний решились поехать только 5 человек. Понятно. Остальные отказались по разным причинам. Кто-то не мог, кого-то на работе не отпустили. Пару людей сказало, что нам очень далеко выбираться. Ну там один человек из Лусы, то есть на самом деле, так сказать, неудобно человеку ехать было. Вот, но тот, кто собрался, мне там двум людям тоже было очень неудобно добираться, но они в итоге остались очень довольны. То есть не только в том, что сама дорога, просто мы в процессе, они познакомились, то есть перед ними выступали и психологи, и социальные работники, и замык начальника колонии выступал. Им дали все контакты, объяснили, показали, где что находится. Они узнали, какие требования к передаче посылок, передач, как можно приехать на свидание. То есть сейчас они в курсе всего, знают, как дорогу узнают. То есть на самом деле, вот это, как бы, прощественный опыт, он очень важен. Потому что, можно в теории сказать, что вот там есть колония, конечно, язык куда угодно доведет. Но знание вот этих мелочей, когда ты точно уже прошел, понимаешь, куда ехать. Вы сказали, что сотрудники колонии впервые подготовили вот такие, очень четкая была организация, подготовили списки, кого пригласить, они, наверное, опрашивали ребят, да? Да, естественно. Кого бы ребят хотели. Посмотрите, как бы, здесь на самом деле, как бы, списки всегда посылаются, а вопрос в том, что здесь, как бы, здесь, все, здесь просто в этот раз все сложилось очень хорошо. Списки пришли, как бы, я всех обзвонил, люди откликнулись. Мы прекрасно доехали, нас там встретили, на машине доездили до колонии. То есть, вот, там, соответственно, все очень четко, организовано. Все, был замечательный концерт, очень душевная была атмосфера при вручении антистатов. Похвалили, то есть, опять же, как говорили многие, что наших детей за последние годы только ругали, ругали. А тут за один день мы услышали столько похвал, человек там, и он и ударник, он, допустим, получил одну-две специальности. Допустим, специальности с отличиями ему присвоили, повышенные разряды по итогам, там, годичного курса подготовки. То есть, приятелям было очень приятно, что так и в ребятах так хорошо говорят. Ну, и, соответственно, я по итогам тоже пообщался и с социальной службой, и с психологами, и с начальником колонии, и, так сказать, и с заместителями, и изложил нашу ситуацию, как я себе это вижу. Для них очень непонятно, как можно эту работу не продолжать, в котором мы так хорошо выступили. Вот по итогам прошлого года, как они говорят, их колония заняла первое место в соревнованиях между своими собственными колониями, потому что, вот, такого опыта, как у нас с регионом, взаимодействие общественности, где больше нет. Глядя, как бы, вот, поэтому, говорят, как можно рушить то, что мы так это выстраивали, выстраивали, и сейчас вдруг это все отрежем. Надо напомнить сейчас, кто не в курсе, как раз Вятская областная детская общественная организация ВЕЧ два года назад выиграла грант, два года подряд выигрывали грант, да, для того, чтобы ребятам, которые были переведены из котельнической детской колонии в Ижевскую, наших, да, вот, кировских ребят перевели, для того, чтобы родители, у которых низкий доход, могли ездить и навещать своих детей. Вот сейчас приведен пример, что некоторые нынче на вручении дипломов вообще впервые добрые слова своих детях услышали за последний год. И в этом году организация ВЕЧ и деньги на грант не выиграла. И это была крайняя поездка, дай бог, что действительно не последняя, когда, вот, по программе, которая ВЕЧ и разрабатывала. Сейчас денег нет. Сотрудники колонии удивлены, наверное, да, тем, что прекращается эта работа. И у меня, вот сейчас после перерыва, все-таки продолжим, еще на три минуты об этом поговорим, какой режим, собственно, вы выработали, к какому пришли выводу, и что будете делать дальше, для того, чтобы все-таки весь опыт не пошел к отупах под хвост. Искать деньги. Искать деньги. Как искать. И как искать обсудим. Продолжается программа «Особое мнение». Мы разговариваем с Михаилом Плюсниным, членом общественной палаты, и остановились на том, что денег сейчас нет на то, чтобы родители не обеспечены, родители детей, которые содержатся, кирвские детей, которые содержатся в Ижевской детской колонии, и дальше ездили на мероприятия в колонию. Вопрос был у меня перед уходом на рекламу такой, что теперь делать? Когда вот все только наладилось, и вышло такой, четко работает, и сотрудники колонии довольны тем, как вы, стороны, работают, и дети, и родители, и вы, и теперь вот денег нет, что делать? Ну, вопрос не совсем к нам. То есть мы со своей стороны вот сейчас проанализируем, что получилось, какие у нас итоги. То есть я понимаю проблему органов власти. Они считают, что раз проблемы сейчас больше нет, то есть собственно, что финансировать? То есть мы... А типа все хорошо. Изначально план был построить коммуникации. Они выстроены. И жизнь-то пока что, это все работает. И же нужно поддерживать. Ну да, то есть на поддержание коммуникации, как бы, есть выполномоченный орган нашей области, департамент соцразвития. А вот как бы новую проблематику, которую мы сейчас пока еще скрываем. Собственно, и почему мы работали психологами в колонии, психологи пообещались провести, как бы, свои, из своих, как бы, данных, и посмотреть, как влияет на поездки встреч с зрителями на подростков. Они только начали эту работу. Почему? Ну, они... То есть вот такой задачи, чтобы именно выбрать вот этот средств, у них такой не было. Сейчас они поставили такую задачу. Да, и такую задачу поставили, соответственно, они должны такие данные предоставить. И если данные будут, как бы, достаточно весомыми, соответственно, у нас будет аргументация для продолжения... Работа не одного дня, а вы не завтра получите эти данные, а деньги нужны уже вот завтра. Нет, ну, деньги нужны, скорее всего, к началу сентября, либо к началу октября, как получится. Что будете делать? Очевидно, что необходимо продолжать работу. Ну, для нас это очевидно, как бы, ну, вот мы сейчас еще... Мы просто попытаемся посмотреть другие смыслы этой работы, не просто поездки, потому что поездки не главное. Как вы искать деньги? Ну, либо... То есть вот самый простой способ, который мне больше нравится, заработать самим. Потому что никому ничего не должен, и, соответственно, спокойно ты никому не ходишь. Есть у нас еще волшебный орган, фонд поддержки инициатив губернатора, который может, в принципе, оказать помощь. Либо сейчас есть грантовый конкурс, который вот сейчас будет, либо грантовый конкурс, который будет в ноябре месяце. То есть попытаемся написать заявку туда. А фонд поддержки инициатив губернатора там по сколько? По 30 тысяч, по-моему, денег? Ну, я знаю, что в прошлом году стандартная сумма была 30 тысяч. Вам достаточно на сколько выездах этих денег? Два выезда, это на эти деньги вполне можно организовать. А губернатор в курсе вообще этой программы? Я не готов сказать за губернатора в курсе, но мне в курсе этой программы. Правда? А вы не писали в прямую линию, простите, губернатора? Нет, я не писал. Я считаю, что у нас для этой работы есть уполномоченные органы. У нас, с кем мы работаем? Мы работаем с департаментом соцразвития, они в курсе. Комиссия по главным разрешениям в курсе. Возможно, Галлицкий в курсе, как куратор этой линии. Вот я не считаю, что это вопрос губернатора, потому что у него есть забот и без того. А что все эти ответственные департаменты говорят? Ну, они говорят, что у них денег по их линии нет, чтобы они могли проплатить. То есть, как бы они говорят, что надо искать вариант, как это можно проплачивать такую работу. И вот теперь Вятская областная детская общественная организация ВЕЧИ будет самостоятельно зарабатывать деньги, пытаться, чтобы возить родителей к детям в Ижевск. Ну, если будет необходимость такая, да? Ну, или дай бог. Просто было смешно, когда мы будем брать деньги за то, что сейчас оказывают бесплатные услуги, будем задобрать деньги, чтобы полученные доходы, пустить на поиск родственников. Все понятно. Да, но мы будем следить обязательно, Михаил. Обещала вернуться к общественным инициативам. Вчера здесь же в студии особого мнения Андрей Усенко, секретарь общественной палаты, сказал, что были достигнуты, ну, было представлено, по крайней мере, обсудили новые проекты с главой региона Никитой Белых. Андрей Усенко с Никитой Белых обсудили новые проекты. В частности, обсудили проект, связанный с оформлением общественной инициативы. Немножко ввиду вас крузделок, похоже, вы не знали, что это произошла встреча. На федеральном уровне, напоминаю, принят закон, что инициатива, собравшая 100 тысяч голосов в интернете, подлежит рассмотрению в правительстве Российской Федерации. Вот Андрей Леонидович считает, что механизм дальнейшего рассмотрения не самый лучший. Этим же законом определен и региональный механизм принятия таких инициатив, прошедших интернет-голосование. Он говорит, что он недееспособен, так как федеральный закон определяет, что для того, чтобы инициатива была рассмотрена на региональном уровне, она должна собрать 5% населения региона. У нас это 65 тысяч. 65 тысяч. В то время, как всего 30 тысяч, по последним данным, тоже Усенко привел, всего лишь 30 тысяч со всей Кировской области зарегистрировано на сайте госуслуг. А это регистрация обязательна для того, чтобы проходить голосование. То есть уже заранее никто ничего не может проголосовать, никуда пройти. Вот общественная палата вышла с инициативой создания такого механизма, продвижения общественных инициатив, чтобы региональная квота была уменьшена до 3-5 тысяч. Предлагается взять платформу Angry Citizen, сердитый гражданин, есть такая платформа, через нее собирать голоса. И сейчас договариваются, как раз Никита Юрьевич сказал, что хорошая идея, сейчас он думает над этим. Но сейчас рассматриваются механизмы, как это может работать, какое количество голосов должно быть и где будет рассматриваться. В заключении, цитирую Усенко, я надеюсь, что большинство адекватных, нормально сформулированных и действительно значимых инициатив, собранных подобным образом, будут рассмотрены детально и подробно. Как Вы считаете, насколько это перспективно и важно? Несколько аспектов. То, что люди получат такую возможность проголосовать за свои инициативы, хорошо. Соответственно, власть посмотрит, как люди поддерживают те или инициативы тоже хорошо. То, что будут детально рассмотрены, охотно верю в 100%, чтобы они детально будут рассмотрены. То, что не будет принято, не верю. Вот, а так... Это как с общественными слушаниями, с публичными стартами народа. Ну да. Потому что я еще раз повторюсь, опыт федерального голосования инициатив 100 тысяч народа, 100 подписей, 100 тысяч подписей, он показал, что ни одна из этих инициатив не рассмотрена Госдумой. Я не думаю, что ситуация поменяется на оригинальном масштабе, потому что белых можно быть... В принципе, это возможно? Конечно. Конечно возможно. Что мешает того, что может помешать тому, чтобы это состоялось у нас на региональном городе? Я скажу коротко, самодостаточность заказательного собрания Кировской области. Самодостаточность законодательного собрания Кировской области помешает общественным инициативам? Да. Потому что депутаты, они настолько хорошо знают нужного народа, что не нуждаются следок со стороны. Ну конечно, их же народ выпил. Конечно. Да. Хорошо. Не знаю, насколько, правда, хорошо. И вот еще один вопрос, который, наверное, вам тоже был бы интересен. 13 объектов городской недвижимости, муниципального имущества, да, передадутся целевым назначением социально значимым предприятиям в безвозмездное пользование. Договор на 7 лет, от 7 лет, да. Льготное право использования, аренду, насколько я понимаю, не платишь. Платишь только ремонт. Несколько еще. Хотя могут быть какие-то деньги, вчера нам поясняли, непонятно еще какие. Так вот, могут принять участие в розыгрыше этих 13 объектов, потому что все равно процедура аукциона должна быть произведена. Причем это не объект, не подвальные помещения, не цокольный этаж. Хорошие объекты, где может быть детский садик, где может быть хороший спортзал, что-то такое. Значит, эти 13 объектов через аукцион будут выставлены и могут принять участие как бизнес-структуры, так и некоммерческие организации. При этом, поскольку аукцион, то, соответственно, будет какая-то цена. И, как мне кажется, бизнес-структуры будут иметь здесь некое привилегированное положение по отношению к некоммерческим организациям, хотя, может быть, это и не так. С другой стороны, администрация совместно с УФА заявляет, что поскольку речь идет о передаче помещений в безвозмездное пользование, то ключевым критерием будет не цена, предложенная участниками, а значимость текущей деятельности организации и ее проектов. Вот вопрос. Кто будет оценивать значимость? Кто будет надзирать за надзирающими? Самая главная проблема нашей страны... Я не знаю. То есть, сама по себе логика передачи в пользование, она на самом деле предполагает, что организация должна предоставить тот набор услуг, и, соответственно, цель, вопрос должен решаться от объема, который в итоге получит город полезных услуг, именно на базе этого помещения. Вот когда мы говорим, город получит полезные услуги, мы что или кого имеем в виду? Нет, ну, в данном случае мы, конечно, имеем в виду не администрацию города, а жители, которые проживают... Жители? Конечно. Потому что... А для того, чтобы понять, что жители получат, наверное, нужно как-то изучить спрос, чего хотят эти жители. Ну, как раз это проблема. То есть, какие запросы есть со стороны населения, администрация города себе представляет. Если какая-то организация собирается устроить, получить это помещение, сделать какого-то, не знаю, центру услуг, либо зал, либо детский сад, организация должна сама изучить спрос на свои услуги. То есть, тут понятно. Я просто боюсь того, что у нас, если договор будет на 7 лет, вот я не знаю ни одной нашей некиммерческой организации, которая будет планировать свою работу хотя бы на 3 года вперед. Про 7 лет я вообще молчу. Только наши, так сказать, староустойчивые, типа ДОСААФ, Общество ветеранов, может, там, Женсовет, ну, там, какие-то творческие союзы, они могут себе позволить категориями мысли, там, 10 лет, 15, 20. У них там, в принципе, стабильность, более-менее понятно, что к чему. Ну, либо спортивной федерации. Они тоже могут себе представлять, что как они будут существовать. А остальные организации, которые не входят в печень, как бы какие-то полученные субсидии, либо более-менее такие вот давние истории, они не думают о них какими-то категориями. И, скорее всего, им шансов получить такого помещения просто нет. Поэтому, ну, субсидии, конечно, идеи очень интересны. Если бы вот речь пошла именно вот о создании каких-то таких услуг детских садов, либо вот такого же уровня, да, думаю, что они имеют больше шансов получить, именно победить в этом, хотя аукцион, ну, это совершенно разнонаправленная категория услуг. Там, допустим, будет 50 детей, а тут какая-то, которая скажет, что мы готовы, не знаю, устроить спортзал, где будет заниматься 200 пенсионеров. Как поставить на весы тех и других? Ну, это совершенно несравнимая категория. Ну, так вот здесь и возникает вопрос. Возможно, какие-то предложения брать, несколько предложений, и уносить на обсуждение общественности, то есть людей, которые проживают в этом микрорайоне. Пусть они выбирают, кто. Я потом пока не понимаю, как это всё будет. Почему? То есть у городской администрации на сегодня уже было положение о передаче помещений безвозмездного пользования, в том числе для некоммерческих организаций, для социально ориентированных некоммерческих организаций. Оно не работает. Почему? Ну, потому что это только хорошо ветеранам Афганистана выдалить помещение безвозмездное пользование. А остальным, как бы, очень тяжело получать. Во-первых, получать тяжело. Нет, ну, организации многие могли бы получить и могли бы содержать, как бы, тут не вопрос. В чём загвоздка? Загвоздка именно в том, что когда, вот я, как живой пример этой процедуры, я подавал документы на получение безвозмездного помещения, вот мне в ответ пришло. То есть я всё, что требовалось от меня, я пакет документов подал, мне послали, пожалуйста, представьте свои программы, какие у вас будут, объём оказанных услуг. Вот, и когда я говорю, ребят, ну, у вас же в положении, это ничего об этом не сказано. Потом мне сказали, пришёл следующий ответ, что всё, что касается передачи помещения в аренду, тут важный аспект, что поскольку, как бы, трактовка, что если организация занимается коммерческой деятельностью, она не имеет права вообще безвозмездно. То есть вот те конторы, которые будут заявляться на безвозмездное, я не понимаю, как они уложат, допустим, детский садик, который предполагает возмещение расходов, с безвозмездным пользования этим помещением. То есть логика УФАС и департамента муниципальной собственности города Кирова, она этому совершенно противоречит. И как они собираются примирить эти позиции, я не понимаю. То есть мне было сказано, что поскольку мы оказываем платные услуги, мы не можем рассчитывать на получение безвозмездного этого помещения. Всё, как бы, соответственно... Но вот сейчас и будут изменения. Сейчас можно будет оказывать платные услуги и в то же время пользоваться льготой. Ну вот я пока не увижу живых людей. Вот когда я увижу список, может быть, буду сильно смеяться. Но пока тоже обсуждать, я считаю, что это, конечно, хорошо, это замечательная инициатива. Это даёт некий шанс побороться. И может быть, даже кто-то из некоммерческих организаций напишет такие документы на конкурс. Но шансов, я думаю, по сравнению с какими-то... В том числе, ну, я опять же скажу, детские садики. Если встанет вопрос, что открыть детский садик либо какое-то иное учреждение социальное, конечно, детский садик победит. Потому что проблема, она на сегодня очевидна. Вот поэтому не уверен я, что вот какие-то, так сказать, иные формы организации, оказывающие услуг другому направлению победят. То есть опять сомнения, как это будет работать. Конечно. И будет ли вообще... Поскольку прежний документ не работал, я не верю, что будет работать. Это, я бы сказала, это скептик у нас такое. Особое мнение скептика. Почему? Это, к сожалению, реальность. К сожалению, реальность, сказал Михаил Плеснин. Если бы я не прошел эту процедуру, я бы... Инициатива хорошая, но работать не будет. Одна, вторая, третья, что на федеральном, что на региональном уровне. Инициатива хорошая, мысли хорошие, а вот работать не будет. Вот такое сегодня у нас состоялось особое мнение. С Михаилом Плесниным, членом общественной палаты, большое спасибо, что пришли. Будем следить за деятельностью организации ВЕЧ. И все-таки мы очень переживаем за вас. Меня зовут Светлана Заньков. Всем всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...